Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин, Таня снимает меня на камеру. Мы в походе решили заснять небольшой сюжетец про наш поход выходного дня, вы часто просите. И вот, свершилось, мы заснимем небольшой поход. Походец наш будет проходить по Латвии, идем мы сейчас в очень интересное время. Сейчас день летнего солнцестояния, большой праздник в Латвии официальный, называется Лигу. Праздник вполне себе языческий, с древними интересными традициями, но о них мы расскажем, наверное, чуть позже, когда придем на лагерь, потому что сейчас, во-первых, очень жарко, дикое солнце, мы спрятались в тени. Когда выходишь на дорогу, вот там идет дорога, по которой мы идем, тебя облепляют слепни с такой интенсивностью, как будто бы ты шип ногой только что какой-то пчелиный улей. Только это не пчелы, а слепни, и их нереальное количество, идти просто невозможно. В тени их, кстати, почему-то нет, они обитают исключительно на солнце, но в тени появляются комары, но с комарами мы как-то еще можем примириться. Таня вообще просто вахтунги от этих слепней, она придумала какой-то новый стиль нордической ходьбы, она вокруг себя, как вертолет, машет палками, и делала она так довольно долго, на протяжении какого-то километра. У нее вот такая интенсивная тренировка. Мало того, что рюкзак топаешь по дороге, по жаре, так еще и вертолетишь руками во все стороны. А так все круто, лето, солнышко, все цветет, сейчас самое время, все травы у нас цветут, и набираются силы, сейчас самое время для травосбора. Считается, что травы, которые собраны в день летнего солнцестояния, обладают особой лечебной и даже магической силой. Вот, про травы, может, кто-то тоже расскажем в этом сюжете. А так следите, будем рассказывать уже, наверное, с лагеря, или, может, еще какие-то сюжетики с дороги поснимаем. Топаем по маршруту, и наш путь, он выглядит примерно так. Когда мы идем по солнцу, мы стараемся идти максимально быстро, почти бежим. И когда мы заходим вот в такие вот места, как этот лес, где вообще солнце не пробивается, и как ночью темно, мы идем такие на расслабоне, замедленные, чтобы хоть как-то немного остывать. Потому что сегодня действительно очень жарко. Что еще интересно вам рассказать? Я сегодня взял свой старый рюкзак Акме Шерп 100. Обычно я хожу со своим рюкзаком Татонко Бизон 90, и очень его люблю. Но тут я решил, что, короче, Татонко тяжелый, весит почти 4 килограмма. И я думаю сделать на него обзор, поэтому я решил как бы прочувствовать, что такое типа поменять рюкзак. И сменил на старый рюкзак свой, на рюкзак абсолютно другой категории, как ценовой, так и по качеству. В общем, и я вам скажу, ребята, день и ночь. Все-таки есть за что платить в Татонке. И эта спина того стоит. Это все равно, что вы садитесь, не знаю, в кресло дорогой спортивной машины, такое спортивное кресло, оно вас облегает. Или вы садитесь просто на деревянную табуретку и на ней сидите. Вот такое вот примерно различие. Все-таки этот вес в 4 килограмма вообще не чувствуется по сравнению с вот этой вот не очень модной спиной, короче. В общем, потом про это все вам будем рассказывать. Нам пора двигать дальше по дороге, выходить на солнце, к сожалению. В Латвии вообще все шутят про Лига, что никогда на Лиге не бывает хорошей погоды. На Лиге всегда должен идти дождь. И мы как-то попали вот в такое время, что как бы дождя пока нет. Ну, вроде завтра обещают дождь. Лига официально завтра, да, ведь правда? Ну, в ночь, наверное, сегодня. Ну, да, сегодня на завтра. И завтра вроде уже будет дождь и традиция будет соблюдена. Вообще на Лиге очень много всяких интересных традиций. Попробуем постепенно вам о них рассказать. Что-то мы как-то немного сбились с пути. Зашли на какую-то заболоченную... А, мне кусают ноги, Вова! Ладно. Ладно, рассказывай быстро. Зашли на какую-то заболоченную просеку. Здесь болото, адские комары, муки, слепни и... Ау! И до кучи еще жарко. Пора искать нормальную тропу. Новость из фронта. В принципе, мы не вышли, куда мы хотели. Мы попали в болото. Болото, я думал, что оно сейчас закончится с деревьями. Но там ничего не кончается, только хуже. Глубокая вода совсем идет. Мы идем по каким-то остаткам лесоповала, видимо, брошенным. Но периодически попадаем в открытые окна воды, и там нам приходится уже не сладко. Зато мы увидели болотный ирис. Я никогда, кстати, раньше не видел в Латвии болотный ирис. Они у нас в Красной книге и очень редкий цветок. По-моему, единственный из дикорастущих ирисов в Латвии. Вроде мы как начинаем выходить из болота, вышли на оленью кормушку. Огромный куб соли. Здесь кормятся олени. И вот там вот уже вышка, с которой их стреляют. Я думаю, что от вышки должна быть какая-то более-менее тропка, по которой мы все-таки выйдем на наше место заветное. Оленя мы, кстати, уже виделись. Оленя мы вспугнули, да, полчаса назад, наверное. Ладно, дико жрут, короче. Все, бежим. Присели передохнуть. Так мы и не вышли на нужную тропу. Вернулись обратно, в перекрестку, откуда мы, в принципе, начали недавно. Очень жарко. У нас осталось совсем немного воды. И нам уже надо, короче, дойти до нужного места и найти нужную дорогу. По-моему, нам будет сюда, между этих двух дорог. Да, здесь, короче, развилка. И мы пошли по неправильной. Ну, собственно, методом исключения мы сейчас пойдем по правильной, соответственно. Это которая? Да, с которой мы вышли. Сейчас? Да. Типа мы сейчас опять назад идем, туда, в это болото. Класс, класс. Я уже успел сбегать на разведку, оставил Таню остывать, а сам пошел искать правильную дорогу. И я ее реально нашел. Она была буквально в пяти метрах от того места, где мы стояли. Мы просто стояли вот мы. А вот, типа, река, к которой мы должны были выйти. И мы ее не видели. Да, короче, это место, мы здесь уже третий или четвертый раз. И оно ни разу не далось нам так, чтобы мы просто взяли и пришли сюда без проблем. Мы все время ходим кругами здесь. Здесь реально какой-то заколдованный круг. В общем, да, на лига, кстати, есть поверье, что всякая нечисть тоже активизируется. И, видимо, нас леший водил и завел нас в болото, где мы чуть-чуть ноги все-все не переломали. Зато увидели эти цветки. Да, зато увидели редкие, как они назывались-то? Болотные ирисы. Таня нашла вот еще первую таволгу. Она только-только начинает свести. Будем сегодня чай пить. На одну чашечку хватит. Вот во всем надо искать хорошее. Сейчас мы быстренько добежим и уже станем лагерем. Свершилось, ребят, мы дошли до места. Наконец-то Леший перестал нас водить. Реально было 5 минут. Мы стояли буквально на этом месте и не видели его. Вроде кажется, поход по Латвии. Что может быть интересного? А тут у нас прям вот такое вот приключение и блуждание по лесу вышли. Место старое, обустроенное. Здесь маленькая речка за пригорком. Здесь наша кострища будет. Удобное упавшее дерево, которое мы используем как сидушку. Сейчас будем разбивать палаточку. Зажгем костер, чтобы разогнать немного комаров оставшихся. Но я думаю, мы подостынем и они от нас отстанут. И будем готовить и есть, потому что кушать уже хочется сильно. Хвастаюсь. Таня мне на день рождения подарила крутой мажорский штатив. Так что, если нам не будет лень его доставать, может быть, тряски в наших видео будет меньше. Очень компактный. Из чего? Из карбона, да, сделан? Карбоновый штативчик. Какой вот крутой большой штатив получается из малыша такого. Весит он совсем немного, чуть больше килограмма. И при этом он довольно профессиональный и стабильный. У нас есть маленький ништяк, чтобы отпраздновать все-таки наконец-то удачный наш переход, чтобы мы не утонули в болоте и не пропали где-то в неизвестности. И вообще сегодня лига. И вообще сегодня лига. И нужно праздновать и отмечать. Поскольку мы не пьем алкоголь, нам приходится пить... Что это у нас? Цидоневый. Цидоневый лимонад, который сделан в Латвии. Написано «Даби Галимонаде», что означает «Природный лимонад». Вот. Из Цидонии. Кстати, мы очень любим Цидонию и всякие из нее ништячки. Несу в стекле, потому что все на зеро, шикуй. Комментируй ты это, это твоя идея. У меня биван, всегда. Ай, ну тебя, ты ничего не понимаешь, что в настоящем походе. Носим с собой биван. Ладно, вещь на самом деле просто огонь. Все для вас, мадам. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Все, палатку я поставил. Мы уже обустроились. Все разложили даже внутри. На удивление, несмотря на то, что это очень маленькая палатка, в принципе, я бы ее характеризовал как палатка на одного человека, где один взрослый мужчина может спать, короче, с комфортом и положить рядышком свой большой рюкзак. А для двоих эта палатка, конечно, немножко тесновата. Но, в принципе, если применить немного тактики, то все получается. Несмотря на то, что этот тамбур маленький, у нас сюда влезает довольно много. Наши ботинки, котелки, всякая такая утварь, которую, в принципе, не хочется затаскивать в палатку, помещается в этот микроскопический тамбур. Так, Таня там уже спит, короче, потому что она сказала, что она замерзла. Хотя сейчас, не знаю, градусов 30 тепла. Давай, открывай дверь. Так. Нарушим Танин покой. Покажи, как все обустроено, где мы спрятали рюкзаки. Таня похожа на какого-то этого, раненый сталкер, короче, из игры. Что? Показывай, как мы обустроились, показывай, где мы разместили все наши вещи. Наши вещи в этой палатке. Здесь все, все наши вещи, они здесь. Ну, какие-то мягкие вещи, типа наших шмоток, курток мы подложили все под голову, и получилась такая дико удобная подушка. А рюкзаки мы подложили под ковры, покажи. Вот, рюкзаки мы подложили под ковры, тоже вышла довольно мягонько, и плюс дополнительная теплоизоляция. То есть мы даже какую-то выгоду с этого поимели. Да, и, кстати, в этой палатке головой спать лучше ко входу, потому что, ну, если вы спите вдвоем, конечно, если вы спите один, то все равно, куда вы спите головой. А если вдвоем, то здесь более широкое место, и, ну, короче, лучше помещаешься. А ноги туда уже вдаль запихивать. Ладно, Танька забурилась в палатку, говорит, что пока она не согреется, она оттуда не вылезет. Я тогда тем временем попробую развести костер. Точнее, сначала мне нужно напилить дровишек, благо сухостое здесь очень много сухих елок, и далеко за ними ходить не надо, достаточно пройти всего пару метров. Погнали! 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 КОНЕЦ Ладно, на первое время дровишек хватит, чай точно нам хватит сварить, чтобы перекусить бутербродами, прежде чем мы начнем готовить наш праздничный Лига-ужин. Там будет прям уже такое большое основательное блюдо. Но сначала надо перекусить. Здесь у меня уже растопочка, я как бы от той елки, которую повалил, наломал веток. Сейчас я думаю это все быстренько полыхнет. Очень приятно приходить на свои же стоянки, тогда сразу у тебя есть береста здесь запасенная, здесь у меня кронштейн, на который вешают котелок. Сразу ничего не нужно придумывать, все уже сразу есть. Единственное, что кострища, ну здесь на это место никто кроме нас не ходит, и кострища немного залетела листвой, поэтому нужно будет чуть-чуть расчистить его, чтобы что-нибудь случайно у нас не полыхнуло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, лагерь поставили, костер развели, осталось набрать водички, чтобы вскипятить себе чаек и чем-то перекусить. Сейчас мы перевалим через этот бугорок и наберем воды из маленькой лесной речушки. Тут прямо жара, короче, на этом солнце. У нас там от елок тень серьезная. И Таня даже умудрилась замерзнуть. А здесь градусов 25 тепла, если не все 30. Здесь жара. Так, попробуем спуститься. Речка совсем не глубокая, тем более, что сейчас вот в последнее время стоит жара. Я думаю, она подпересохла. Воду мы не фильтруем, кипячения будет достаточно. Все, котелочек на костре. Осталось только подождать, пока он закипит, чтобы заварить себе реженького чаю. Блин, что-то нормального чая забыл дома взять. Точнее, не забыл, его просто не было дома. Был только китайский пуэр, который нам то ли мой отец привез из Китая, то ли еще Таня в какие-то стародавние времена, когда она жила в Китае, там купила и мне привезла. В общем, да, будем пить пуэрчик сегодня. Ну, тоже ничего, хотя и экзотика. Многие меня просят поснимать еще про растения. Ну, я как-то все не соберусь для нормального выпуска, посвященного какому-то одному растению. Давайте, может, просто пройдемся здесь по округе и посмотрим, что здесь под ногами растет. Здесь вот у нас на самом деле растет растение, которое просто является символом лиго. То есть вот этого праздника летнего солнцестояния в Латвии. Это папоротник. По традиции в Янову ночь, то есть на Лига, по-русски русский праздник это Ивана Купала, то же самое. По-латышски тоже называется Яни, ну, что называется Янов день, Иванов день, собственно, аналогичный праздник. И да, папоротник является одним из символов лиго. Это папоротник-орляк. У него, кстати, съедобные побеги, но сейчас он уже практически весь распустился. И сейчас его есть не стоит, потому что он накопил себе, ну, такие не очень съедобные вещества. Его можно есть только когда он в состоянии побега, в состоянии такой спиральки небольшой. И во французской кухне даже есть блюдо с папоротником в высокой французской кухне. В общем, да, в Янову ночь есть такая традиция идти искать цветок папоротника. Ну, папоротник, как мы знаем, не цветет. Но говорят, что если вы найдете цветок папоротника, то вам будет невероятная удача. Вы, не знаю, найдете там клад и всякие вам блага будут. Так, давайте пойдем дальше, посмотрим, что у нас тут есть. Ну, крапива. Крапиву все знают. Ну, из нее можно варить и супы, и делать салаты, и всякие ризотты, и рагу. В общем, плести веревки, мыть ей голову. В общем, очень полезное растение. Загущает немного кровь и всячески, короче, полезное как в кулинарном, так и в медицинском плане. Здесь у нас сразу молодая малина растет, совсем еще маленькая. Будет потом большой кустик, здесь будет малинник. Мы находим кислицу. В принципе, ну, в кулинарном плане она, ну, так себе. Можно ее в салат порубать. У нее такой очень приятный кислый вкус. Ну, и как источник витамина С разве что ее использовать для того, чтобы разнообразить ваш походный стол. Семейство лютиковых. Такие желтые цветочки, в детстве их все называли куриная слепота. Не советую я брать вам, не знаю, лютики, использовать их как-то в пищу или в медицинском плане, если вы не какой-то уж прям травный эксперт. Потому что большинство лютиков ядовитые. Даже в венки их не рекомендуют вплетать, потому что сок лютиков может, ну, раздражать кожу. Котелочек уже скоро закипит на костре. Сейчас я нарежу бутербродов, и мы немного перекусим. Таня пока что спит. Она немного, мне кажется, перегрелась, пока мы шли. Мерзнешь? Ну, это значит, ты перегрелась. Тебе, короче, пора чайку горячего попить. И восстановить силушки. Самое время перекусить. Давайте нарежем немножко бутеров. Кстати, хвастаюсь, у меня новый режек. Да, подарили мне. Добрый человек мне выслал, очень хороший из Дальнего Востока. В общем, сблизил у нас YouTube с ним. Сейчас посмотрим, что за нож. Бутерброды мы будем есть с Лиго-сыром. Хотел сказать Лиго-серс. В общем, да, еще называется Янов-сыр. Или Яню-серс. В общем, это такой особый сыр, на самом деле. Ты, кстати, знала, что Лиго-сыр, короче, это, типа, всего несколько фирм могут производить, которые, типа, доказали, что они делают его по старинным рецептам и, типа, аутентичный. Остальным, типа, нельзя брать название, типа, Лиго-сыр. На этом на Лиго-сыр? Не, ну вообще, в принципе... Он на этом только в том числе. Я уже сжег упаковку. В общем, да. По факту это просто мягкий сыр? По факту это такой мягкий сыр с тмином. Да, здесь довольно большое количество тмина, и все едят его на Лиго. С пивом особенно. Но мы будем есть просто с бутербродиками. Налаживаются, ребята, когда есть горячая вода, горячий чай. Что-то таблогу не сварил. Что-то тупанул, забыл. Ну ладно, к вечеру будет лучше даже. Попьем чай с таблогой к вечеру. Бутерброды с сыром. Как тебе сыр, кстати? Вкусный. Вкусный, да. Расскажи, как ты перегрелась лучше? У меня пол-пучий. Я как-то полуспала, все время проваливалась в кошмарный сон. И теперь я мерзла. Ничего, сейчас мы тебя согреем. Еда тебе тоже поможет. Я забыла кепку. Да, Таня шла без кепки, мою она отказалась. Почему-то брать вообще по непонятной причине. Ладно. Сейчас мы перекусим. И будем готовить еду. И будем готовить, да, уже большое блюдо. Там нам предстоит серьезная готовка. А ты показывал уже для этого видео? Что для этого видео? Наш новый котел. Нет, не показывал. Как? Цепани. Сегодня будем впервые готовить. Вот, мне Таня подарила на день рождения. Обалденная тема. Называется Dutch oven. Датская печка. Для медленной готовки такая. Короче. Не кастрюля, а котел. Из толстого чугуна. Эта штука весит, наверное, килограммов 5, наверное. Хотя здесь на двоих, на троих максимум объем. Вот. Будем сегодня готовить. Крышка у нее, кстати, как сковородка. Ну, в общем, я думаю, про нее будет отдельный обзор. Сегодня я впервые ее попробую. Я думаю, должно получиться неплохо. Ребята, мы приготовили ужин. Я повторюсь. Я уже это сказал в видео, которое вы, наверное, либо уже увидели, либо еще увидите. Видео с рецептом, который мы готовили сегодня. Если у вас есть возможность, всегда берите с собой толстостенную чугунную посуду. Это просто невероятное что-то. Более вкусной пищи я еще не ел. А пока мы начнем обедать, ужинать. У нас такой промежуточный уже какой-то вариант. И мы сильно проголодались. Таня, кстати, полегчала. Да? Да. Сейчас еще больше полегчает, когда мы поедим. Субтитры подогнал «Симон» Не знаю, что-то мы разленились. Таня лежит на биване у нас. Там у нас костерчик, тут палаточка. Мы поели, сейчас очень-очень сытно. Уже девять вечера. Девять вечера уже? Да. Точно. Сегодня же солнцестояние. Еще часик почитаем книги и пойдем спать. У Вовы еще есть новая книга. Да, Таня мне подарила на день рождения. Не только «Дайч Овен», но еще и «Киндл», типа читалку электронную. Да. Это то, что нужно в походе, кстати. Расскажись про свою предыдущую. Предыдущую мы раздавили в Швеции. В Норвегии. В Норвегии, да. Настал ей конец. Причем мы так и не поняли, в каком моменте она потерпела крушение. В общем, да, и экран приказал долго жить. И у меня к ней Таня подарила мне тоже в прошлый раз, когда-то давно, был чехол. Мой любимый чехол из бычьей кожи, такой красивый, типа с пожизненной гарантией, такой, в общем, мажорский, коричневый. Такой походный, затертый. Он такой сразу был потертый. Ну, принеси. В общем, я очень люблю эту обложку, я не знаю, что еще мне сказать. Она очень классная, и я просто рад, что она вернулась в мои руки, потому что у меня появилась все-таки книжка с работающим экраном. И она даже подошла под эту обложку, хотя сейчас книжки делают, в принципе, меньшего формата, и я был не уверен, что она подойдет. Вот. Почитать перед сном самое то в походе, по-моему. А у меня обложка из конопли. Давай твою тоже покажем. Давай. А у Таня вот такая вот обложка. И у меня она открывается не сбоку, а наверх. Да, вот так. Можно ставить вот так. И Kindle, кстати, более старый, с клавиатурой. Самый крутой Kindle, я считаю. По-моему, их больше не производят, да? Нет. Здесь есть, типа, и динамики, можно музыку слушать, можно текст набирать. Ну, зато нет подсветки. Ну, нет подсветки, и типа Paperwhite, по-моему, тоже нету еще. Ну, я не знаю, я не так хорошо замечаю эту разницу в бумаге. Мне тоже кажется, что нет особой какой-то разницы в этих технологиях, читается и читается. На этих, по-моему, был даже более приятный экран. Ну, вообще-то мы в обычный день тоже в 10 ложимся спать. Мы очень рано встаем на работу, и поэтому рано ложимся. Ладно, наверное, снимемся еще из палатки, показать, как мы там устроились, улеглись, уместились. Нам, наверное, надо подождать, пока прогорит костерчик. Чуть-чуть еще посидим, на ручьевке. Доброе утро, ребята. Мы уже проснулись. Проснулись мы, кстати, довольно давно. Когда начала орать, это ВИП. Хотя в комментариях в прошлый раз мне написали, что это не ВИП, а Журавль. Да. Да. Потом она прекратила, и мы уснули опять. Вот. Спалось тепло. Несмотря на то, что мой ковер от Nature Hike полностью сдулся. В прошлом походе он, видимо, не прошел какой-то краш-тест, потому что мы сидели на нем вдвоем и сидели на нем на улице. Втроем даже. Даже втроем сидели на улице. На ветках каких-то. На ветках, и, видимо, где-то все-таки его пробили. Ну и ладно, он был все равно не очень удобный. И, не знаю. Он был высокий. Он был высокий, потому что получается так, что Танин терморест, он такой плоский. Мы их обычно, ну, в стык-стык, короче, кладем, чтобы не было промежутков и не было холодных пятен. А получается так, что Танин терморест низкий такой плоский, а мой ковер, короче, высокий. И такая гора, и туда-сюда приходилось кататься. В общем, не очень удобный ковер, хотя и очень легкий. Наверное, я все-таки его заклею, конечно. Ну, если бы у меня был тоже высокий, то было бы норм. Да, ну, в общем, да, он пробился, и я где-то в середине ночи уже спал просто на земле. Ну, точнее, не на земле, нас спасла эта палатка, потому что, короче, там негде сложить вещи. И получилось так, что все вещи были сложены под ковры. И поэтому, когда даже ковер сдулся, я не сильно подмерз, потому что я там лег на спальник, на какие-то свои шмотки. И, в общем, особой разницы не почувствовал и даже не замерз ночью. Вот. Палатка, кстати, понравилась. Палатка довольно уютная. И изначально казалось, что вообще, как мы там поместимся вдвоем. А вроде спалось комфортно. Я даже там катался периодически сбоку-набок, и даже место было. Как тебе? У меня тоже нормально. Единственное, конденсат собирается. Конденсат в этой палатке жесткий, и что-то с вентиляцией они намудрили. Точнее, не намудрили, а просто не сделали вентиляцию. Поэтому с утра приходится открывать дверь, чтобы какое-то время палатка постояла и просохла от кондишки. Ладно, сейчас у нас закипает уже водичка под чаек. Сейчас мы будем доедать остатки вчерашнего нашего ужина. Выглядит не очень аппетитно. Ну, я уверяю вас, это очень вкусно. Конечно, этим мы не наедимся, поэтому, наверное, что мы сделаем? Заварим сублиматов. Нам Катя с Виталиком подарили целую гору сублиматов, и теперь мы будем их периодически есть. И, наверное, даже придумаем такую рубрику про сублиматы, чтобы те, кто идёт в походы, не брали наугад, а ориентировались уже на какие-то наши впечатления. Вот, такое вот приятное утро. Небо довольно сильно затянутое. С утра, Таня говорит, было солнышко. Да, сегодня обещают дождь. Сегодня обещают дождь, и это вполне возможно. Так что, не знаю. Но сегодня мы будем уходить по-любому. Так что, надеемся, что до дождя соберёмся. Всё-таки пошёл дождь, Лига всё-таки соблюдает свои традиции, и без дождя не обошлось. Мы думали, что он прекратится. Ну, первые 10 минут шёл такой мелкий. Мы даже убирать вещи не стали. А тут вот что-то уже посильнее пошло, и мы уже прячемся в палаточке. Мы хотели уже уходить. Хотели, да, уже собирать вещи, уходить. Но дождь как-то нарушил наши планы. Блин, палатка была уже сухая, я даже кондишку уже просто сылал. Ладно, ребят, наверное, на этом мы заканчиваем наше видео. Мы всё утро провели, точнее, часть утра, наверное, прячась в палатке, потому что шёл дождь. Ещё раз поспали. Потом вылезли, думали, вот, наконец-то окошечко, попьём чай и пойдём в путь, соберёмся. Но нет. Чай мы успели, конечно, закипятить, но... Дождь пошёл снова, и нам пора выдвигаться в обратный путь. Надеюсь, вам было не слишком скучно смотреть видео из нашего похода. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Инстаграм. Его ведёт Таня и выкладывает туда самые свежие фоточки из наших походов. Ну и будьте молодцами, ходите в походы, вы всё сами знаете. С вами был Владимир Чайкин, Таня снимала меня на камеру. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok